Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Oblivion. Мы находимся в Храме Клинков. То, что вы сейчас видели, падающие мечи, это Oblivion. Такое бывает. После загрузки я видел, какая они начали падать. Ну и вы, соответственно, тоже. В общем, что я хочу сказать. Нам нужно найти какой-нибудь культ Даэдра. И ближайший у нас, похоже, это культ Азуры. Нам нужен какой-то даэдрический артефакт. Мы сможем его применить. То есть мы сможем отдать его Мартину, а он уже сможет с его помощью что-то сделать. Но это все слишком сложно для меня, потому что я не маг. Я ненавижу магов. Так, хорошо. Книга современной еретики содержит упоминания о местонахождении святилища Азуры. Может быть, там я смогу узнать, как добыть даэдрические артефакты. Хорошо. Находится оно. Ну, в принципе, от Брумы можно пойти, но... Но не знаю. Форт Ахаруна хотя бы, потому что иначе далеко. Да, давайте вот вообще вот от этих пещер. Правда, в гору придется перейти очень долго, но, по крайней мере, места знакомые будут. Потому что пешочком тут у нас вся серия займет просто путешествие туда. Ой, как тут погано. Снежок идет. Вон туда нам куда-то надо вверх, ввысь. Осталось найти подъем. В общем, последние серии были полны боли, но при этом они были, наверное, самыми интересными в прохождении и обливе у нас в целом, потому что там было очень много интересных событий. И даже несмотря на то, что зачастую все это сопровождалось страшными мучениями моими, при этом я все равно получал от игры дичайшее удовольствие, потому что, несмотря на кривой челлендж, она все равно дарит эмоции. Мало какие игры, я уже неоднократно говорил, способны подарить вот лично мне эмоции. Допустим, шутеры. Шутеры я в последнее время вообще не особо почитаю, потому что удивить меня они вообще ничем не могут, кроме сюжета. Если так подумать, то вот чем, по сути, современные шутеры отличаются от шутеров в десятилетней давности? Да ничем. Там научились работать со скриптами, да и все. Скажем, Medal of Honor, Elite Assault, там, в десятилетней давности. И Medal of Honor, Warfighter, они не отличаются ничем, кроме сюжета, графики, да, в принципе, скриптованности последней части. Жанр вообще очень давно топчется на месте. Не знаю, к чему что-то меня понесло, короче. Хорроры тоже самое. Очень давно уже не было хорроров, которые не вызывали бы чего-то, ну, такого типа, окей, я это уже видел. Из последних я могу вспомнить Cryofear, Amnesia, Black Snow. А так, вот эти вот скримеры, и несмотря на то, что вот сейчас вот буйным таким цветом расцвело Индия направление, оно все равно, по большей части, на скримерах, поэтому тоже... Япона, мать, ну вот тундровый волк, ты... Ты почему такой тундровый? Оп, пошел вниз. Эм, не хватало еще. Да япона, мать. Они бегают, вот мечутся просто. Не знаю, из-за похожих проблем у меня... В ДЗ, да япона, мать, вот та, целая стая. В ДЗ было раньше, помните, проблема с зомби, с попаданием в них, потому что... Фигеть. То, что они мечутся, их... Хрен... Поймешь, где они будут в следующий момент. Нет, ну это просто не смешно, ребят. Вас что так много-то? Ох... Ну че? Как... Как ты сюда забрался? Ну... Получать от обычных волков. Ну, тут они лечатся, что ли? Нет, просто один с другим стен. Нет, такое ощущение, что лечится. Хотя нет, навряд ли. Это было бы тупо. Ох, еще этот прицел. Господи. Никакого... Вот, блин, ну вы видите, как он мечется, он на месте вращается вот так. Это было тупо. Отдай мне стрелы. Шкура. Так, у него шкура есть. Шкура со шкурой. Короче, волки, блин, че-то вы какие-то нялью совершенно. Мне не понравилось то, что сейчас произошло. Я, блин, рассуждал тут про тяжкие думы о судьбе индустрии и тому подобное. Зато маленько прокачали навык восстановления. Хорошо, мы уже где-то здесь. Вон ее, по-моему, голова этой статуви. Хозяева у местные. Так, ей нужно принести, по-моему, светящуюся пыль от блуждающего огонька. Я пытаюсь сосредоточиться, если ты не против. Понятно. Ты находишься в святом месте. Что привело тебя сюда? Святилище Азора меня интересует. Настали мрачные времена, и души людей отравлены слухами и суевериями. Если тебе не удастся убедить меня в своих добрых намерениях, я не стану обсуждать с тобой этот вопрос. Ой, прическа какая. А как мне тебя убедить-то? Так. Это мне не стоило. Такой разумный подарок. А теперь ты меня любишь? Это свет... Я хочу вызвать Азуру. Если ты хочешь говорить с леди, посети ее святилище на рассвете или на закате. Оставь ей приношение в виде светящейся пыли, и, возможно, она снизойдет до разговора с тобой. Окей, светящаяся пыль. Идеи тогда... Так, у тебя нет... Мне проще, по-моему, сперить у кого-нибудь... Грязный карманник! Бо-ли-бор! Простите. Карманник! Карманник! Да, что-то у меня с кражей вообще никак. Светящаяся пыль. Где же мне тебя взять? Да... Вот, как оно удобно-то, а! Ты посмотри. Это же надо. Сегодня мне везет. Что? Ты где? Нормально. С этим мы можем справиться. Тихо-тихо-тихо! Ай, стой! Покатилась, блин! Ай-яй-яй! Куда ты? Ну, ладно. Это уже мне не нужно. Прикольно так укатилась. Так, на рассвете или на закате? Рассвет вот во сколько или закат? Это его мама пришла, что ли? Волки, я вас уже ненавижу. Вы в печенках сидите у меня. Господи! Ну, что тебе надо от меня? Ты умер? У тебя есть друг! Нормально. Фух, блин, наседают просто эти волки. Я не знаю, этот край какой-то несправедливый. Что опять? Кто там? Так, светящаяся пыль есть. Как мне с ней быть? Мне ее нужно как-то бросить тут или отдать при разговоре? Так, хорошо. Давайте думать. Эль. Не думать, вернее, а ждать. Сейчас у нас время... Одиннадцать. Уже закат давно прошел. Так, ну, давай до пяти где-то. Посмотрим, потом по часику будем мотать. И таким образом дождемся, я думаю. Ночь. Ой, такая музыка. Желаете ли вы положить светящуюся пыль на алтарь Азуры? Конечно. Господи. Ибо его шелест эхом отдается в сумерках среди танцующих теней. Я прошу тебя об услуге. Предлагая славу и награду в обмен. Много лет назад пять моих последователей убили вампира по имени Дратик и его родичей. Но оказались дорожены кровью этого отвратительного создания. Зная свою судьбу, они запечатали себя в его логове. Их страдания болью отзываются в моем сердце. Отправляйся к опустошенной шахте. Дверь в нее откроется перед тобой. Принеси покой смерти моим последователям, и ты заслужишь мою благодарность. Хорошо. Будучи вызвана, Азура удостоила меня беседы. Она рассказала о своих последователях, которые, став вампирами, заперли себя в опустошенной шахте. Азура просит меня найти и убить их, освободив их от подобного существования. Азура откроет для меня вход в шахту. Хорошо. Не очень далеко, да? Пойдемте. Ну, я не могу сказать, что быть вампиром очень плохо. Единственное, это то, что на солнце довольно быстро сгораешь. Но при этом можно пить кровь человеков. Она вкусная. Сколько у нас? Мы уже давно, я уже отождествляю... Ой, волки. Отождествляю уже поп-копы с вампиром, потому что... Попасть... Японам, а чё это там такое происходит? Офигеть. Эм... Это врата облеевена? Здесь? Чё они здесь делают? Офигеть, вообще. Чё-то, ребята, как-то... Я помню, какая боль была в последний раз во облеевене. Но эти врата надо закрыть. Потом... Сначала сюда. Я думаю, тут тоже будет очень больно. Врата облеевена, офигеть. Так, хорошо, вампир, говорите, да? Серебряная стрела. Самое то. Хотя это пошло с тупых фильмов американских, что... Серебро против вампиров. Блэйд, другой мир. Они крутые, то есть я как боевики их обожаю, но они очень тупые по смыслу. Потому что серебро, оно же издавна считалось, что... Против оборотней. Против вампиров чеснок. Колья. Здесь серебро и серебро. Так, ну что, давайте приступим. Сейчас все толпой набегут и забуцкают меня. Минус один проклятый вампир. Так, хорошо. О, пауки и паутина. Ненавижу. О, тут они кого-то скушали. Кто-то пришел, они его поймали. Давай со света уберем тебя. Ну, кстати... Так, прах вампира нам пригодится. Кстати, не так уж и сложно было. Если они так и дальше по одному будут... Они не будут, конечно же. А то мы справимся. А то мы справимся. Капец. Ипона, мать, это что за меч у тебя такой? Спокойно. Он меч взял его, что ли? Ты издеваешься. Почему эти стрелы... Вставай, поп-коп. Никогда не попадают. В игре определенные проблемы с анимацией присутствуют. Я почему только сейчас начал это отчетливо понимать. Слишком они резко с места срываются. У тела обычно есть такой факт, как ускорение. Там сначала, сначала медленно, потом чуть быстрее. Вот так, чух, резко. Как этот, чарджер какой-нибудь. Стеклянная клеймора. Бля, это, дурый-то тащить что ли? Аа, 29 кило весит. Блин, какая красивая. ну совсем не сложно на самом деле ладно пока потащим не она конечно не нужно есть только продать то кому такую продаж дурок но пусть будет так там еще парочка все хорошо одеты изношена правда но аккуратная одежка так что мне может понадобиться здесь не вообще в ту сторону над этим а может в гробах что-то интересное поп-коп же беспринципная сволочь у нас золото возьмем скажем ток что и камень душ брать не будем хорошо чуть не такую а это не прическа такая видеть ли у нее форков не поймешь не мерзкий раз остальные сапоги неплохо но и нехорошо прошу вампирчики давайте нарисуйтесь к так не с этой стороны понял тут кругом объедки они просто жрали людей жалко и людей жалко и жалко проклятие страшный проклятие так подходит 132 я богат помните как в skyrim с этим плохо да там баланс по деньгам упора там где тут уровне на пятнадцатом деньги начинают набираться и потом уже не тратятся по сути то есть тех не на что тратить единственно что их можно потратить это на мастеров которые обучат тебя там бою еще чему-то но в этом нет прямой жизненной необходимости ты и так справляешься со врагами практически всегда поэтому как-то не работает это то есть смысла качаться если ты и так вполне себе неплохо выносишь всех блин я не понял а куда я иду вообще как ник не попасть так ну вот отсюда допустим сюда мы не проходим нёп нет не пролазим стеной скорее всего прям но нужно решить как пройти то интересно а может быть блин я думал это какой-то понятно я думал это ловушка итак а сегодня ночью так хорошо хорошо бурой тихо давай сюда давай давай блин стрела что ты делаешь мне тебя чертова знает посмотрим на блин второй бюджет да мне похоже его он не падает какой-то вообще не сшибаемый орк просто так сейчас сейчас все будет окей скорее всего придется смотри смотри него о убил офигеть просто ладно но по крайней мере здесь я повторюсь сложность такая терпимая главное сделать так чтобы они вдвоем не кидались а это нам сделать довольно сложно в первый раз как-то получилось еще но блин как лупит то офигеть уходи да блин живая еще но мадам уехала по моему твою мать зажал меня просто да блин я не знаю почему они все так меня ненавидят теперь так кстати да вот такие моменты конечно понимаешь что щит не помешал бы его вообще пофигу что ли смотри отлично еще гемофилия не жилец и если только только он не залипнет куда-нибудь вот так и не надо залипать вот тупой ебона мать тихо 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 что издеваетесь что ли мне не видит топор спер каман болен не зажимай меня пожалуйста и так тошно болен вот эти вот вы видите что я не делаю они меня просто задерживаю и не могу пройти как он мне неплохо я цепляюсь об эти корни и могу он что все зажал я не могу двинуться отлично все видимо край окажется боль прекратится уже но что ж ты какой скотина сдохни пожалуйста уже но долбаные вампиры офигеть ой блин вот это было дело все вампиры опустошенной шахте убиты нужно вернуться к святилищу мать вашу ненавижу вампиров это пипец блин я я так давно затрат не никого не убивал по моему старая выгоревшая записка это потрепанная записка написана на клочке пергамента и привязана кожным ремешком к шее вампира мое имя гологроме мус гол моих товарищей зовут роналда нили дочь эльфа авито кассиана и умар граккар мы убили вампира дратика но заплатили за эту высокую цену мы благодарим вас тех от чьих рук мы пали и молим вас об услуге мы служили леди азуре принесите эти наши последние слова к ее святилищу от всего сердца мы славим ее наши судьбы были начертаны на небесах наши души будут убиты мир для нас потерян навсегда никто не избежит ее судьбы но пусть она вспоминает в ее святилище пусть мы останемся в сердцах ее слуг только волею судьбы обрывается жизнь только по воле случая она моя а не твоя да настрадались просто в определенный момент я тупо сдался и думаю ну все сейчас он меня убьет и я по новой уже начну с ним драться а в итоге оказалось что мы еще поборемся как говорится небо гоно гива и из-за этого потратилось так много всего ну ладно что ж поделаешь издержки профессии стрел у нас конечно уже осталось не так много но но по крайней мере все мертвы и теперь я думаю вполне себе можно возвращаться к азуре там еще врата обливи она что-то мне не хочется пока туда идти вот это вот у нас джекпот просто и и и и и и и и прикольно стальные тоже возьмем хорошо так перегруз перегруз со стрел вот если я сейчас хотя нет подожди у нас топор очень много весит хотят скатить сейчас клеймору выкинут народ просто не простит мне этого при мне запутался так давайте прибегнем помощи карты потому что вот этот все перепуталась смотри не тут просто так вот идешь и стрелаешь и к бежишь во время бой это было прикольно урата обливина надо запомнить но при этом сейчас не хочется дойти потому что блин чувствуется что там все будет плохо хотя почему бы не сходить единственное мне бы инвентарь маленькая освободить перед тем как туда двинусь потому что наверняка что-то хорошее можно будет взять и это посмотри шутка дела кто-нибудь прет оттуда нет игра-то такая странная все-таки временами с этим прок долом своим о ведь ненавижу этих тварей она еще огнедышащих просто офигеть и ненавижу этих просто пауков ненавижу таких жутких это вообще просто врагу не пожелаешь так нам нужно спрятаться куда-то вот сюда чтобы она не могла нас достать скорее всего она будет делать своих двойничков маленьких типа дочечек которые будут пытаться нас укусить и таким образом уронить отравить поэтому нам нужно чтобы мы были вне досягаемости а сама она будет стрелять молниями фаерболами и прочим 6 ненавижу эту тварь кого там только нет он видите дочка пошла но не может нас взять тактика так и там я вижу еще ходит скамп по моему что ли так но в целом справляемся вот если мы в закрытом помещении там опять сейчас какой-нибудь башни окажемся с пары вот таких это будет не смешно там ничего не сделаешь просто останется получать батхерт скамп нельзя их далеко отпускать от этого места убивают еще кого-нибудь что так спокойнее стало воет что такое оба блин интересно что-то такое разрушенная только круги что ты еще скажешь я не хочу в обливин и не хочу в обливин нет но придется я потом просто забуду про это место и больше никогда сюда не приду а я считаю что это нужно сделать так хорошо пакость ох ох пакость не ну это конечно просто а фонарить что покупку пойдем неизведанное это что-то новенькое все очень плохо что у нас с этой страны здесь напомню даже трава пытается нас убить вот я уж не говорю о монстров блин это самое жуткое место в мире ну что поздравляю вас мы в обливине мне не хотелось но мы все таки забрались сюда и хоть в этой серии опять присутствовала боль но тем не менее мы справились и вампиры мертвы я думаю в следующей серии которая собственно будет происходить здесь в этом месте ничего хорошего у нас не ждет поэтому приготовьтесь именно за это мы и любим это прохождение за то что в нем присутствуют вот такие смешные батюрты надеюсь вам понравилось увидимся в следующей серии с вами был артур всего хорошего пока 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 а Субтитры создавал DimaTorzok